всем привет друзья и так с вами снова я били и так сейчас я хочу съездить на почту забрать кое-какую посылку а потом распаковать ее вместе с вами и показать что я купил ладно так и быть скажу судя по названию уже догадались о чем пойдет сегодня речь а дело в том что заказала себе на прошлой неделе штаны вот такие штаны знаете текстильные на пар на каждый день что можно было и он просто в них выйти скажем так куда-нибудь и чтобы была защита то есть штаны эти от фирмы john dole черного цвета они в принципе должны были мне уже прийти на прошлой неделе субботу я их ждал а вместо того чтобы они вместо того чтобы их получить мне прислали email якобы курьер был у вас дома вас дома не достал не застал поэтому заверите их понедельник и непосредственно в филиале хотя я в принципе весь день дома был в субботу и ну просто курьера видимо перегружен был или поленился просто занести посылку всяко бывает иногда когда они загружены они так что вот вымели там стояла что забрать посылку в 13 30 час конечно намного раньше поэтому я надеюсь что мне сейчас ее отдадут дело в том что посылку может еще филиал даже и не завезли ну попытаюсь попробуем просто у меня экип такой кожаный дайнец хороший надежный экипп ну знаете по городу на повседневку мне тоже надо что-то другое потому что кожаный экипп он классный все блять но ну на дальняк да когда ты планируешь куда-то поехать что и что долго будешь ехать это да вот когда куда-то там в универс гонять или еще вот куда-то вдохе просто до магазина даже доехать в принципе а надо это идти что такое компромиссное поэтому я заказал двое штанов двух размеров чтобы выбрать подходящий для себя размер но остальные который не подойдет поставлю отправлю обратно так благопочта рядышком си приехал и влияет народ на улице стоит жесть не люблю этот филиал здесь очередь всегда вечно большущая ладно что делать ну минут двадцать здесь придется постоять так обломчик вышел обломчик обидно ну в принципе там было написано что в 1330 а я поперся в 10 соответственно но я надеялся так а вдруг ладно съезжу чуть позже ничего страшного так ребята осталось две недели до экзамена 14 числа тоже все подтверждено точно я сколько мне эти права денег обойдутся жесть я уже счет деньгам потерял я когда сдам обязательно все посчитаю все до копеечки сколько я на это дело денег потратил и сделаю обязательно на этот видос поэтому кому интересно сколько сделать сколько стоит сделать права в германии на мотоцикл так что можете подписаться на канал если хотите ну опять же это дело ребята добровольные никого не заставляю хотите подписывайтесь ходили нет так что будем потом ездить по-взрослому ну это не значит что мы будем ездить быстро мы будем ездить стараться по правилам почему я считаю что по правилам ездить легче чем скажем да вот к тому к теме до что вот пишут часто в комментариях что на спорте нельзя ездить медленно что это не получается а я вам скажу почему ездить мне медленнее легче чем ездить быстро потому что когда едешь медленно ты во первых успеваешь оценивать дорожную ситуацию то есть предугадывать всякие ситуации во вторых ты едешь более расслабленным чем ты скажем едешь быстро потому что даже когда на машине едешь быстро ты более сосредоточены на дороге более напряженный нет сосредоточенность это в принципе неплохо но ты скажем так несколько часов интенсивной концентрации на что-то это выматывает физически и ты потом когда приезжаешь из точки а в точку б ты устаешь очень сильно а когда ты едешь не спеша наслаждаешься поездкой смотришь по сторонам то есть у тебя перед глазами что-то меняется не просто дорога ты вот как уставился прямо а смотришь влево иногда смотришь право то есть на расслабоне ты меньше устаешь и это кайф я вот еще такой нюанс ребята заметил это часто встал немножко чтоб удобнее было скажем вот когда даже на машине едешь я часто арендую машины допустим чтобы въездить к своей дочери вот такой мини дальничок 500 километров в одну сторону так вот брал всякие машины и и бмв x5 у меня был и все от пунта был то есть ну всякого класса то есть разного и такие ну хорошего класса и дешевенькие всякие были и вот я заметил такую особенность когда едешь на дорогой хорошей машине до как как где-то знаешь у тебя под жопой есть большой потенциал мощности запас и охота ехать вот как-то медленно наслаждаться ты не не должен никому ничего в этот момент доказывать просто все так видят что ты едешь там на бмв x5 что ты при желании можешь всех их нахуй сделать грубо говоря поэтому нет вот этого желания кому-то что-то показать а когда едешь на какой-нибудь малолитражки ты блин ты пытаешься едешь по-другому пытаешься как-то ускоряться как будто не знание это неосознанно как-то как будто ты стараешься кому-то что-то доказать я просто за собой такое замечал это не специально что вот я смотрите на на такой стрёмной машине еду и вот пытаюсь это как-то выявляться не то так как то происходит неосознанно поэтому даже сейчас на учебном мотике гоняя по городу меня нет от этого желания прям вот выжить в городе скажем 100 километров в час но это привет какой-то не интересно поэтому а когда сейчас я вот свой заберу свою хондочку себе красота ладно не буду душу травить поеду домой потом после обеда еще раз съезжу за штанами заверу и сниму вам видос про штаны это будет отдельный видос наверно а может и в один все слеплю ладно ребята так ребята попытка номер два получить посылку первое было утром немножко не удалось сейчас как раз время уже пол второго посылка должна быть на месте ну вот так вот но это пакет может быть как-то что фирменодресса so адресiert 20 24 ade для двух штанов посылка здоровая выглядит я думала быть меньше довести обалдеть спиной прижму если чай нормалек спинка сейчас классно удобно опять же преимущество скутера мотоцикл и так и им прокатит и продавать его наверно пока не буду буду его так использовать там за хлебушком сгонять по-быстрому куда-нибудь ну если хорошую цену за него предложат то продам вот так пока не горит так друзья ну что готовы вместе со мной посмотреть содержимое этой коробки так давайте сейчас я ее открою так 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 волнуюсь а как же такая посылочка надо открыть аккуратно потому что одни штаны мне по-любому придется возвращать ну естественно если мне вообще не понравится той все штаны полетят обратно нафиг ну я надеюсь что до этого не дойдет всякая бумага здесь так вот у нас содержимое коробки ага то есть вот он выглядит вот так вот эта упаковка и таких у нас две так это 3430 размер а это должен быть 3630 да все четко так друзья с размерами у меня все удачно пока что складывается то есть два размера которые мне подойдут 3430 он будет мне ну в каждом скажем так впритык это такой оптимистичный вариант ну а вот это 36 я думаю все таки скорее всего я оставлю 36 он не будет сейчас немножко посвободней ну в крайнем случае если я сильно похудею то их можно будет там как-нибудь тушить ремнем приезжать будет конечно хуже если взять узкие ты потом поправишься а так как у меня вес он такой имеет свойство меняться то тут сложно угадать так ладно давайте откроем знаете ну упаковочка упаковочка неплохая мне нравится так вот такие вот штаны получается ну черного цвета ну такие знаете как на ощупь но обычные джинсовая ткань только тут черные джинсы вот обыкновенные черные джинсы стоимостью в двести пятьдесят девять евро обалдеть так я мерил эти штаны другого цвета в магазине то есть размер был 36 32 то есть они мне по длине были длинные поэтому я там их не купил и вот по ощущениям они когда я их мерил это божественные штаны они были настолько удобный комфортный почему я и загорелся их взять так я не знаю будет вам хорошо отсюда видно или не будет но в принципе вот так вот они их лучше конечно смотреть когда уже они на ком-то давайте я сейчас померю и расскажу вам о своих впечатлениях оставайтесь на связи так ребята вот я их одел сидят я говорю они очень удобные они у них это ткань такая встреч она растягивается но знаете что когда их мире в магазине 36 32 в талии они мне показались как бы немножко больше просто обычные штаны вот которые я ну на повседневку ношу они 35 размера по по талии и вот эти сейчас сидят как-то даже так плотненько по длине и тридцатка вообще идеально так что не знаю цвет что-то как-то черный надо привыкать в принципе сюда еще на коль наколенники встанут защита для бедер ну они как бы позиционируются как slim fit но я бы не сказал что прям уж слишком slim ну опять же не знаю наверное они сейчас так смотрятся потому что в них нет защиты если наколенники вставить они все равно займут наверно какой-то объем опять же можно будет если что скажем по осени или по весне можно стерму х и ходить естественно тогда они будут более-менее как slim так друзья по скриптам я сейчас пошел снимать это дальше видос на улице то есть хотел показать вам как они смотрятся ну на мне и к сожалению я не включил камеру то есть сейчас уже когда начал монтировать понял что этой записи нету но в общем я вам расскажу следующее скажем так штаны эти я отправляю все обратно то есть они мне не понравились почему они мне не понравились ну во-первых цвет мне не подошел то есть они ну я ожидал что то будет немножко другой материал что ли это такой мягкий а как обычный джинсовый материал и черный мне такое бесит я думал ткань будет немножко грубоватая поэтому меня они в этом плане разочаровали то есть сидят они в принципе удобно но что касается их не защиты именно как мото штаны то тут я испытываю некоторые сомнения например они заявлены как slim fit то есть зауженные но на самом деле они зауженными вообще не чувствуются то есть я ношу по жизни штаны slim fit и знаю что такое slim fit но это штаны точно не slim fit то есть они такие балахонистые что касается если туда вставить защиту на коленников то есть когда колено будет согнутая защита будет нормально сидеть я в магазине мерил когда пробовал но стоит только вам выпрямить ногу ту защита начинает ходить ходуном то есть они не узкие они не обтягивают колено то есть получается при падении защита просто сместиться в сторону и толку от нее никакого поэтому ребята кто задумался купить такие штаны это реально больше понт чем какая-то защита но тратить деньги такие большие даже для меня это 259 евро за штаны но это как-то перебор я может еще посмотрю какие-то другие штаны может быть может быть найду что-нибудь такое чтобы и на повседневку и как мото штаны но точно это будет что-то другое они это я говорю это опять же сугубо мое субъективное мнение может быть кому-то эти штаны подойдут очень даже скажем так ну к моей фигуре они не подошли поэтому я немножко так скажем и разочаровался ну а с другой стороны что не делается что к лучшему я сейчас верну деньги и найти деньги куплю может быть что-нибудь даже лучше поэтому если вы можете что-то посоветовать мне то пожалуйста пишите в комментариях мне нужны штаны такие из грубоватой ткани чтобы они были ну необычная такая джинсовая мягкая ткань чтобы они были slim fit чтобы у них была хорошая защита ну чтобы они были такие универсальные поэтому ребята если вы знаете это какую-то марку или какие-то штаны то пишите пожалуйста в комментариях я буду вам за это благодарен ну а вам спасибо за просмотр с вами был вилли увидимся до новых встреч